Три обстрела в первый день перемирия. Боевики проигнорировали договоренности о прекращении огня. Противник бил как на Донецком, так и на Луганском направлении. Один боец ранен. Но даже там, где сегодня не стреляли, армейцы не верят, что тишина продлится долго. На одной из таких позиций под Горловкой побывал наш военкор Игорь Левенок. Ну там 50 метров до них. Поселок Зайцево фактически это пригород Горловки. Линия фронта здесь проходит по улицам. Две трети населенного пункта контролируют украинские солдаты. Дальше оккупанты. Расстояние между укреплениями сторон минимальное. Можно добросить даже ручную гранату. Сегодня боевики притихли. Ночь прошла относительно спокойно. Наши бойцы связывают это с очередным перемирием. Долго ли продлится такое затишье? Наши военные не верят, что боевики будут соблюдать полную тишину. И те подтверждают это. Бойцы говорят, накануне оккупанты обстреливали Зайцево. От воспламеняющихся патронов сгорел один дом. Враг применил почти весь свой арсенал. Молчала разве что вражеская тяжелая артиллерия. А недавно двое вражеских диверсантов совершили вылазку. Подползли к нашей позиции и хотели забросать гранатами. Но украинские солдаты их засекли. Ну, подпустили еще на ближнюю типовую стань, чтобы лучше улучшить. И один утик, а другой уже не стих. В темник подивился, не в темник теплик. Убачив, дал бой. Военные просят на позиции работать очень быстро, потому что вражеские пули прошивают все. Кусок железа, который закрывает бойницу, словно решето. Даже мешки с песком не выдерживают. Степан говорит, это пробило бруствер, просвистело над ухом и врезалось в глиняную стену. Еще горячая была, да? Да, еще какая горячая. Во время относительного затишья обе стороны укрепляют позиции. На той стороне слышен гул тяжелой техники. Чути, что и гусеничная техника, типа БМП, что-то прогревается. И деколи привозят, подъезжают Урали. Может, и припасы подвозят, что-то такое. Поэтому наши солдаты не расслабляются. Говорят, хочешь мира, готовься к войне. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдало. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.